Из чего делается печь? Ну, в нашем случае, для Иркутска, существует несколько видов кирпича. Первый вид, это уланудэнский кирпич. Чем он хорош? Он очень хорошо держит тепло, быстро нагревается, в принципе, удобен докладки. Его минусы, это пятна, то есть немного пережженные, и страдает геометрия. Длина кирпича, длина и ширина кирпича не соответствуют размерам. Бывает, что на 2-3 мм размеры уходят, что затрудняет вкладку самой печи. В принципе, этот кирпич можно класть в топку на футаровку. Он тоже будет долгое время держать. Второй вид кирпича, это иркутский. Иркутский есть рифленый кирпич, и есть иркутский кирпич гладкий. Рифленый кирпич. В принципе, марка у кирпича одна и та же, 125-150. Рифленый кирпич делается в основном под отделку. Вот эти вот грани как раз и сделаны для того, чтобы можно было печку потом оштукатурить или обложить плиткой. Иркутский гладкий кирпич. Это кирпич, ну скажем так, более благородный. Более благородный. Правда, есть на нем трещинки. И размеры его намного лучше, чем размеры у того же уанудельского кирпича. Тоже очень хорошо держит тепло. Хорошо стоит в топке. Ну и самое главное, я всегда рекомендую на трубы пускать как раз иркутский кирпич. Просто для нашей местности иркутский кирпич на трубах стоит намного лучше. Следующий кирпич, какой у нас есть, это Витебский. Самый распространенный. Ну и самый такой, печеньки его больше всего любят. Кирпич марки 150-200. Очень хорошо стоит в печах, но обязательно требует обязательной футуровки. Кирпич гладкий. Из этого кирпича делаются всевозможные. То есть, различные украшения украшают кирпич. Кроме прямого кирпича, есть еще и кирпич радиальный, то есть с радиусом. Тоже можно сделать углы скругленные, можно сделать различные полочки. Ну то есть, как-то украсит печь. Вот такие вот делаются кирпичи. Тоже для украшения печи. Из Витебского кирпича. Вот такие вот. Это тоже все для украшения печи. Ну, есть еще Кирово-Чапецкий кирпич. Он тоже бывает различный, полнотелый. Полнотелый разного цвета. Есть желтый, есть темный, есть красный. Чем отличается? Марка М200. Но, вот лично я, М200 не всегда положу на печь. Для печи лучше все-таки марка М150, на мой взгляд. Но, как говорится, хозяин, барин, какой ему понравится кирпич. Кроме того, используются кирпичи шамотные. Шамотный кирпич. Есть тоже разный. Есть ШБ-5. Размер у него 23 на 11 на 6,5. И есть ШБ-8. Размер его 25 на 12 на 6,5. То есть, немножко в размерах они отличаются. Хотя, свойства у того и другого кирпича одинаковые. Используются они чаще всего для шамотного ядра на кирпичи. Или для кутровки самой печи. Вот ШБ-5. Есть кирпич. ШБ-44. Это вот такой вот со скошенными углами. И ШБ-45. Для чего они? Для того, чтобы делать арки различные. Свод у русской печи очень хорошо делается. И из этих кирпичей. И по размеру они как раз подходят под кирпич ШБ-7. Кроме того. Кроме того. Для перекрытия печей существуют плиты. Есть плита вот такая. ШБ-94. Чтобы, допустим, перекрывать топливник. Или перекрывать колпак. Размер этой плиты. 46 на 23 на 7. И если я ее поднимать не буду. Есть еще одна плита. Вот такая вот. Это ШБ-96. Чаще всего вот такие плиты используются в банных печах. Для перекрытия топливника. Или для катализатора. Ну и кроме того. На Витебском кирпиче. Так как он наиболее однороден. В отличие, скажем, от Иркутского. И от Олан-Удэнского. Потому что на Иркутском, на Олан-Удэнском может быть пережег. На Витебский кирпич можно еще обрабатывать вот таким образом. То есть сделать различное панно. Вот, допустим, вот такое панно. Или вот такое панно. Для украшения, опять же, печи или камина. Весь этот кирпич вы можете приобрести в магазине Печной мир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...